Какая ситуация сегодня в Донецке и области, узнаем у Ирины Баглай. Она также с нами на связи. Ира, тебе слово. Да, Наташа, режим тишины террористами по-прежнему не соблюдается. В рабочей группе, которая создана для контроля огня в зоне АТО, нам назвали несколько причин и подтвердили гарантии, что артобстрелы прекратятся. Вторая сторона боевики ДНР и ЛНР не дают. До конца не врегулировано, потому что есть бесконтрольные, неподконтрольные подразделения тем силам, которые есть в ЛНР и ДНР. Сейчас проводится соответствующая работа для того, чтобы взять под контроль эти подразделения. Стороны взаимно обвиняют друг друга, что вы первые начали стрельбу. Кто это третий, неподконтрольная сила и почему боевики не прекращают шторм Донецкого аэропорта, а представитель террористической ДНР нам отвечать просто отказался. Я без комментариев, комментарии давать не буду. На передовой же ситуация накаляется. Наши военные возле Дебальцево получили подтверждение в районе села Фащевка. Боевики стягивают технику и готовятся к наступлению. Причем атаку они уже начали по фланговым блокпостам украинской армии в районе села Никишино. И вместе с тем боевики воюют и между собой. Так называемые ДНРские казаки против российских наемников. Причем на уровне полевых командиров ЛНРовские и ДНРовские боевики уже просили помощи у наших украинских армейцев, чтобы военные открыли огонь по казакам. Зараз пошли ДНР, чтобы подъявляться до нас, с нашими силами, чтобы убить россиян. Казаки воюют, отбивают территорию. Русия. Так каждый вечер чути, как начинается война. У них? У них. Потому что если бы у нас, то нам передают наш квадрат или не наш квадрат. А так они между собой лупят один в один. И вы знаете, несмотря на обострение ситуации здесь, на передовой, не забывают о главных радостных событиях. Мы с удовольствием хотим передать видео поздравления одного из бойцов. У Ивана родился первенец. В отпуск счастливого отца пока что не отпускают. Он остается на блокпосту под Дебальцево. Нет закона такого, чтобы отпускать, и не хватает водителей. Да. Не хватает того, что должен оставаться здесь. Передаю привет жене Али, сыну, чтобы был здоровый и знал, что у него такие гарные батьки. Продолжение следует...